Готовьте любимые блюда с качественным яйцом. Наша Менделеевская. Доброе утро, дорогие друзья. Приближается Пасха, а это значит куличам, пасхам творожным и пасхальным яйцам будет место на наших столах. Ну а что до традиции яйца краситься, кто-то, конечно, предпочитает старую добрую луковую шелуху, кто-то разные наклейки, а кто-то делает из яиц настоящее произведение искусства. Разрешите представить, это дизайнер Алла Добрякова и каждую нашу встречу на этой неделе. В рамках такого своеобразного пасхального проекта мы что будем делать? Мы будем декорировать в различных техниках, изучать, попытаемся подойти нестандартно к разрисовке пасхальных яиц. Ну тогда сразу вопрос. Давайте, наверное, так, огласим весь список, что мы будем делать, какие техники мы изучим. Мы выбрали простые техники, такие, чтобы могло получиться у всех. Это рисование тонких линий маркером простых геометрических форм, это излюбленный всеми декупаж, тут ничего не нужно придумывать, просто берем салфетки и наклеиваем их в нужное нам место. Это вспоминание русских традиций, основы росписи древней русской, рисование кружев тонким контуром, приклеивание лент и использование сусального золота. Ну что ж, я заинтригована, наши зрители, я думаю, тоже. Единственная сложность, я-то тоже во всем этом участвую, я не уверена немножко в своих силах, но ничего, с чего будем начинать? Начнем с самого простого. Возьмем обычный черный маркер, возьмем подготовленное заранее, пусть неровно окрашенное яйцо, и начнем рисовать тонкие геометрические линии, разные геометрии, это квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал, капелька и точки. Это же вы сможете нарисовать? Да, это обязательно. Единственное, ну хотя это не единственный плюс этой техники, как раз это подправление, я так думаю, да, если яйцо раскрасилось, прокрасилось неоднородно. Ну, это можно использовать. А это вот у меня часто бывает, да. Это можно использовать и как плюс, то, что будет неоднородный фон, художники любят, когда ничего нет правильно, нет правильных форм, нет задуманного конкретно рисунка, и это будет стопроцентно дизайнерское яйцо. Ну, я думаю, что в любой технике есть какие-то взаимозаменяемые элементы, или как это лучше выразиться? То есть не сложилось, не случилось какого-то инструмента определенного, или красок каких-то, можно использовать что-то другое. Если не маркер, то что вот в нашем случае? Ну, основа техники заключается в том, что мы используем тонкие ровные линии. Чем их будете наносить? Это может быть и контур, это может быть и тоненькая кисточка, и любой краситель. Если бережете свое здоровье, можно использовать и пищевой краситель. А, например, акварель или гуашь? И акварель, и гуашь. И высохнет, и будет, ну, наверное, нужно будет как-то... И высохнет, и будет. Единственное, что гуашь, она немного, да, когда берешь в руки, она немного может оставлять следы на руках пачкаться, поэтому гуашь надо будет чем-то закреплять. То в данном случае маркер, он сразу высыхает и не пачкается, он, наверное, будет удобнее. А есть ли у этой росписи какие-то правила? Нет, правил никаких нет. Мы рисуем то, что приходит нам в голову. Это, получается, внутреннее отражение души человека. Так что яйца получаются такие психологические. Попробуйте, вам обязательно понравится эта техника. Спасибо, Алла. Продолжим завтра.